Ну что ж, добрый день, давайте начнем с нашу с вами работу. Почему мы объединили именно эти темы и отправили их под эгиду мужского здоровья. Мы вообще с вами знаем, что мужчины отличаются от женщины своей реакцией, мозгом, гормональным фоном. Поэтому и мужской организм по статистике больше подвержен депрессии, стрессу и бессоннице, нежели женский. Хотя в общем с возрастом эта пропорция несколько изменяется. Но тем не менее до сих пор сохраняется эта медицинская присказка, которая уже стала просто пословицей для всех нас. Это мужское здоровье в здоровых нервах. Имеется в виду, конечно, не просто нервы, когда человек находится в хорошем настроении, вот улыбается, как наш с вами молодой человек на этой фотографии. Но тем не менее здоровые нервы имеются в виду именно прежде всего состояние вегетативной нервной системы и центральной нервной системы. Какая же роль вегетативной нервной системы в нашем организме? У нас еще будет отдельный семинар, который будет посвящен этой своеобразной части периферической нервной системы нашего тела. Но тем не менее вы должны себе представлять, что и у вас, и у мужчин, и у женщин, у всех имеется два отдела вегетативной нервной системы. С этим вы сталкивались уже, если пользовались нашим аппаратом биотест, и не всегда бывает понятно, как, собственно, устроена эта система. Устроена она достаточно просто. Она состоит из двух частей. Из симпатической нервной системы, которая активирует, стимулирует наш организм, переводит в его состояние стартовое, что называется. Как пишут авторы книг по зависимости здоровья от группы крови, именно эта система дает стартовую реакцию ударить и убежать. То есть под влиянием симпатической нервной системы сужаются сосуды, поднимается артериальное давление, сокращается мускулатура, то есть в кровь выбрасывается большое количество глюкозы, холестерина. То есть вот такая стартовая готовность к динамическому действию, именно физическому действию часто очень, она является основой мобилизации именно симпатической нервной системы. И отсутствие следом за этим возбужденным состоянием какой-то физической нагрузки, какой-то, что называется, мобилизации, например, как говорят наши более пожилые дамы, сбегать за троллейбусом. Бежишь, бежишь, останавливаешься, хватаешься со сердца. Все верно. Действительно, переход возбуждения с мобилизацией адреналинового звена и стимуляции всех сердечно-сосудистых и обменных процессов темпов в сторону увеличения может не должно внезапно прекращаться. На это нужно время. Собственно, поведение симпатической нервной системы является как раз основой тех стрессов, от которых очень часто страдают именно мужчины. Их рабочий день, конечно, складывается с нашей точки зрения, вроде бы так же сидим рядом на тех же стульях, но тем не менее мужчины часто нервничают внутри себя. От различных неприятностей, связанных с бизнесом, от каких-то, предположим, вещей, связанных с семейными неурядицами, или даже просто неприятностей с какой-то бытовой техникой. Мужчин, как правило, редко выдают свои эмоции на гора, в отличие от женщин. Поэтому у них нет даже такой способности разрядить вот это напряжение, и они его пытаются гасить в себе. Хотя в последние годы заметна уже такая тенденция, что многие мужчины и разряжаются словарно хотя бы на своих подчиненных и снижают уровень красной планки стресса. Мы часто не очень одобряем мужчин-руководителей, которые так сбрасывают адреналин, но, к сожалению, у другого способа у них нет. Пойти в соседнюю комнату, позаниматься физически, они не в состоянии, поэтому только так могут разрядить весь накал активации симпатической нервной системы. А в нормальном организме что должно происходить? Это ведь парные очень системы. Между ними всегда должно быть не только физическое, но и химическое равновесие. Медиаторы симпатической нервной системы, когда необходимость в ее возбуждении отпадает, должны смениться веществами парасимпатической нервной системы, которые отвечают за процессы расслабления, отдыха физического и умственного, и сна. Поэтому вообще эти системы, они имеют свои, естественно, к каждому органу подходят, как правило, два нерва. Симпатический и парасимпатический. Причем существует зависимость активности этих звеньев, преобладание той или иной системы, в темпераменте человека. Одни более активные сангвеники, кто-то более пассивный такой меланхолик. Но тем не менее, самая главная позиция, которую должна занимать наша вегетативная нервная система, это активация вовремя и умение расслабиться. То есть вещества и системы должны находиться в динамическом равновесии. Поэтому, называя вегетативную нервную систему компьютером нашего организма, мы как раз это и имеем в виду. Ни одной клетки, ни одной ткани, где бы не было этих управительных нервов. Они не двигают человека. Для движения есть другие двигательные нервы. Но именно эти части нервной системы связаны с гипталамгипфизарной системой, которая расположена в подкорке у нас где-то на уровне третьего глаза, приблизительно где находится и хорошо известный вам эпифис. Вся эта система довольно сложная иерархически, но тем не менее, все вещества, управляющие этой системой, все команды, которые двигаются вверх и вниз от организма к мозгу и обратно, управляются именно гипталамусом. Поэтому не надо этого забывать. И даже если мужчина или женщина, особенно мужчины, которым удалось переступить эти роковые и 40-летние возраст, в общем, должны тренировать свою вегетативную нервную систему. С помощью биорезонанса об этом мы сегодня скажем. И даже если есть перекос в сторону либо одной системы, либо другой, наша с вами задача установить равновесие. И адекватность приказов, которые отдаёт вегетативная нервная система под командованием как раз нашего командоаппарата подкорочного, мы должны это с вами сделать. Иначе организм в равновесие не придёт никогда. Все программы биомедиса, я уже об этом говорила, они как раз очень хорошо работают с нервной системой. Вот большое достоинство аппаратуры. Даже самый первый биомедисем, более высокие, красивые модели, квалифицированные модели, как я их про себя называю, это универспайл про и дельта, они ведь очень хорошо работают именно с вегетативной нервной системой. Почему удаётся объединить, вот как сейчас это размещено на сайте, такие разные, казалось бы, и невозможные вещи, как диагностический прибор, оценивающий состояние командоаппарата, компьютера нашего организма, то есть вегетативной нервной системы, и универсал про, который, в принципе, нёс до сих пор только лечебную нагрузку. Между тем, за сутки состояние вегетативного статуса меняется несколько раз. Поэтому иногда человеку, который плохо засыпает, нужно не столько успокоиться, то есть использовать программу сна, сколько восстановить баланс вегетативной нервной системы. Вот эту задачу по преодолению стресса, усталости, что такое хроническая усталость? Это когда мы не спим ночью, а спим сонно и бродим днём. То ли мы грезим днём, то ли ещё что-нибудь. В общем, работоспособности от нас никакой. Поэтому будьте информированы, будьте квалифицированными, будьте специалистами по способности управления именно деятельностью организма с помощью этого тонкого инструмента – вегетативной нервной системы. Вот стрессовый комплекс перед нами. Грустный молодой человек, который явно не доспал, настроение у него неважное, поэтому понятие стресса и депрессии вот в этом варианте. Депрессия бывает органическая, конечно, но это работа уже психиатров, в этом мы не вмешиваемся. А вот депрессия как плохое настроение. Всё, никто никому не нужен, всё плохо, кругом радости никакой, зима, снег, весны не будет, не дожить явно совершенно. До этого светлого промежутка организм вообще уже напрягся до такой степени, что расслабиться не в состоянии. И что в результате характерно для стрессовой ситуации, иногда такому человеку ставить диагноз вегетисосудистая дистония. Чем больше врачу предъявляется необычных жалоб из разных мест, тем больше кажется это, ну если скажем так, немножко поделикатнее, но фантазиями современного городского человека. То у него сердцебиение или перебои сердца, то болит спина, то боли в области шеи и головы, особенно если человек связан с работой за компьютером или сидит за рулем машины. Иногда ощущение ком в горле, это вообще считается, раньше считалось признаком мастерии. Диагноз как таковой сейчас снят уже, но тем не менее это стрессовая реакция, то есть невозможность проглотить. Очень характерная современная жалоба, многие пациенты, с которыми я разговариваю, начинают и женщины, и мужчины, а молодые мужчины в последнее время. Жутко 35-40 лет, молодой мужчина, а ему уже тяжело. Ему тяжело дышать, глотать, его тошнит постоянно, он есть не хочет, или наоборот начинает есть необыкновенно, вот так как показано в программе Малахова, до 200 килограммов разгидается. Органы дыхания ему уже не служат, дышать совсем невозможно, гипервентиляция, это действительно не кажется. Это действительно те симптомы, которые приводят, на которые возникает в нашем организме ответ. Ответ на плохо сбалансированную работу вегетативной нервной системы. Что должно быть? Сосуд сузился, расширился, мышцы сжались, расправились. Опять же, глотательный рефлекс, это полностью управляем вегетативной нервной системе, значит, что у этого молодого человека, подумайте на секундочку, раз, это две составляющие одной и той же системы. У него в утренние часы недоактивно, очень слабо, депрессивно, что называется, синтетическая нервная система, которая должна его делать бодрым и веселым, или наоборот, он вечером не смог лечь спать, не выспался за счет того, что он не может расслабиться. И парсимпатическая нервная система у него недостаточно позволила ему отдохнуть. Поэтому вот в этой ситуации, конечно, нужно быть очень осторожными. Что делают обычно с такими пациентами наши добрые терапевты или невропатологи? Обычно начинают назначать антидепрессанты, то есть фармакопрепараты, которые искусственно поднимают настроение, активируют. Или наоборот, назначают успокоительные препараты. Ваше расслабление, форте означает, вы целый день будете спокойны, непоколебимы. Ни то, ни другое не нужно делать, потому что организм динамичен. И совершенно это не убирает симптомов, которые характерны уже не просто для эпизода стресса, вот это было один-два дня. К сожалению, сейчас стресс похронический, как вы видите на этом слайде. И действительно, уже бывшие когда-то мелкими реакции закрепляются. Человек чувствует себя, да, больным, действительно, он не спит. Силы падают. Нарушаются процессы, не к обеду будет сказано, мочеиспускание, и стул нарушается. Возможно, разнообразные сексуальные проблемы. Кстати, очень характерны для современных мужчин это проблемы с потенцией, связанных с именно стрессовым состоянием. организма. Чередуются периоды голуба, когда не хочется есть, и томительного наоборот аппетита, когда по ночам пробираются к холодильнику и трясущимися руками начинают есть все подряд. Поэтому не только это, а сердечно-сосудистая система. Это не шутки, когда у молодого человека, который находится в состоянии стресса, как такового, начинаются проблемы с сердцем, с артериями, сердцебиение, аритмии, боли острые за счет спазма. Вот, кстати, спазм хорионерных сосудов неврогенного характера вполне может и легко переходит в ишемические осложнения такого состояния. это инфаркты и инсульт. К сожалению, как я уже говорила, выживаемость мужчин после 40 очень невысокая, потому что это действительная, а не кажущаяся болезнь. Кроме того, патология вены суставов, поскольку иннервация вен вещь сложная, здесь необходимо поднимать кровь против центра тяжести, как мы уже с вами говорили, поэтому боли в мышцах, икроножных, тяжесть в ногах, отеки, нарушения различных отечного характера, это тоже связано со стрессом, потому что регуляцию венозных сосудов это прямая обязанность вегетативной нервной системы, поэтому стресс это все не так уж безобидно и не так уж приятно. А дальше уже, если ведь как, получается ситуация с кровеносными сосудами, сейчас немножко поговорим о механизме центрального стресса, вот себе представьте, у человека хронический стресс, все сосуды, чаще всего стресс бывает с повышением тонуса, к сожалению, симпатическая нервная система, все капилляры находятся в состоянии спазма, отсюда мало кори главного мозга протекает кислородопитательных веществ. Кара главного мозга, особенно это новое образование относительно нашей центральной нервной системы, конечно, продается какому состоянию? тревоги за собственное состояние, беспокойство за собственную жизнеспособность, это ощущается человеком, как личное собственное беспокойство и тревога, кажутся какие-то события, страх возникает перед будущим, это очень неприятное, особенно в настоящее стрессовое время, социальное и экономическое, вот эти все именно такие ложные тревоги, которые усугубляют тревоги настоящие. Немотивированным, кажется, поведение собеседников видится какая-то ложная суть за словами, в общем, это довольно неприятное ощущение, вот это и есть депрессия, подавленное настроение, оно бывает очень глубоким, люди иногда прямо становятся малоуправляемыми, так и хочется отправить их к психиатру, но перепады настроения тоже бывают, они очень характерны для депрессии, то внезапная веселость, внезапная грусть, эмоциональные или агрессивные вспышки, все это приводит к раздражительности, конфликтам, которые еще больше усугубляют ту самую тревогу центральной нервной системы, и еще больше разрывают отношения между центральной нервной системой и организмом, как таковым. Люди иногда в состоянии депрессивного вот такого стресса, не боюсь этого сочетания, они иногда бывают наоборот, некоторые очень такие эмоциональные товарищи, а некоторые в состоянии находятся глубоко не эмоциональной, я бы сказала, такой холодности, и все равно и безразличные отношения окружающих ведут себя они таким образом, что люди начинают думать, что они тоже как быть замороженные, такие эмоционально холодные, малоконтактные, это тоже мешает жизни человека и сказывается на его социальной адаптации и стремлении общаться с другими людьми. Поэтому человек стремится, если ему не нравится такое общение, которое складывается из конфликтов или неприятностей, ему кажется что-нибудь, он действительно создает свою своеобразную такую психическую, правда, башню слоновой кости, как бы фантазируя, уединяется в ней и старается меньше общаться с окружающими. Это прямой путь к органической депрессии, которая уже является не функциональным заболеванием, не нарушением функции нервной системы. Это настоящая психиатрия, большая психиатрия, которая, в общем, мозг, структура тонкая, и поэтому легче добиться кровоснабжения коры главного мозга тогда, когда это еще только пусть даже год или два длится, но не приводит к нарушению собственно сознания, интеллекта и памяти. А в общем-то, люди, страдающие депрессией, как правило, страдают спустя 2-3 года вот такого дискомфортного состояния признаком настоящего интеллектуального и мистического бессилия. Поэтому, чтобы не дойти до инвалидизирующих состояния именно психики, основных функций центральной нервной системы, нужно пользоваться биорезонансом. Тем более, что составить такую биорезонансную программу, в общем, достаточно просто и сложно, потому что, в общем, такие проблемы, они как бы лежат на поверхности, но если пропустить некоторые аспекты этой проблемы, то, в общем, если нажимать, как мне сказал вчера пациент, я включаю и включаю программу успокоения, а он не успокаивается, то есть организм не успокаивается. поэтому надо помнить следующее, помимо физиологии, есть еще химия, очень простая, я буду говорить о мелатонине, когда мы будем говорить о веществе покоя, расслаблении, то вещество, которое больше относится к статусу равновесия парасимпатической нервной системы, но надо помнить и о веществах будрости и активности, поэтому это не просто энергия в том виде, в котором мы ее принимаем в программе восстановления жизненной энергии, это, конечно, все правильно, но оно имеет под собой важный и химический смысл. Дело в том, что серотонин это вещество бодрости, активности, и оно вырабатывается в утренние часы, и оно должно обеспечить бодрое функционирование организма, адекватное, гармоничное работу вегетативной нервной системы в течение дня. Далее, в течение дня уровень серотонина, вещества бодрости, активности и, кстати, сексуальной активности, серотонин является самым активным веществом, повышающим потенцию, постепенно к 4 часам где-то сменяется синтезом мелатонина веществом покоя, поэтому нам чаще всего часам к 4-6 хочется отдохнуть, некоторым даже вздревнуть, поспать. Мелатонин синтезируется на базе серотонина. И здесь нужно помнить, конечно, это упрощенная схема, несомненно, но тем не менее здесь существует жесткая регламентация. Сколько вы утром синтезировали гормоны радости серотонина, столько у вас образуется гормона покоя, расслабления и ночного сна мелатонина. И наоборот, сколько у вас парасимпатическая система сумела получить вещества мелатонина, столько она обеспечит вам сон и утреннего серотонина. Поэтому здесь нужен баланс. И нам с вами придется потрудиться. Вот поэтому когда мы работаем, вот перед вами самая простая первая программа, программа снятия и коррекции стресса с помощью аппарата Биомедис М-Дельта, вы видите такого довольно застрессованного экземпляра, я бы сказала, это уже крайняя ярость, но тем не менее программа состоит из тех программ, из сами блоки, которые разделены на 2 недели, они кстати довольно короткие, 14-дневные, поэтому использовать этот комплекс антистрессового и антидепрессантного набора программ для Дельты вы можете достаточно часто. Я бы написала даже так, что длительность курса 14 дней с повторением цикла, двухнедельный перерыв надо сделать обязательно, потому что все физиологические системы нашего организма это общее правило касающееся биорезонансной терапии, интервал нужно дать организму хотя бы дней 14 на то, чтобы он воспринял принятые вами решения, принятые вами с помощью биорезонанса коррекцию, это все-таки какой-то даже и лечебные балансирующие мероприятия, поэтому две недели нужно организму, чтобы привести ваш приказ принять к действию и использовать полученные намоки. Организм учится восстанавливать себя, хотя это было временно утрачено. Поэтому вот этот двухнедельный перерыв, он обязательно при любой программе сердечно-сосудистой, восстановлении стула, это неважно совершенное. Важно, что организм должен иметь перерыв. Но эти 14 дней двухнедельные вы можете использовать в любой другой программе, часто задают вопрос, даже по скайпу, а что делать вот в эти месяц, 10 дней, которые вы пишете около программы. А пожалуйста, эти две недели свободных по программе депрессии и снятия стресса вы можете совершенно спокойно использовать, например, если у вас есть проблемы, связанные с кишечником, сердцем, еще чем-нибудь. То есть, это не значит, что вы должны лежать на диване, а аппарат должен отдыхать в другом месте, ничего подобного. В это время вы свободно можете выполнять любые другие программы. Ну, чтобы не оставить естественно наших коллег, владельцев универсала, которым и я, кстати, отношусь, я очень люблю этот аппарат, вот такая программа коррекции стресса и депрессии для биомедиса, ну, для универсала ПРО и универсала нового. Здесь вы видите довольно большой набор программ, которые имеют и антидепрессивные, успокаивающие эффект, от этого уйти никак нельзя. Здесь есть и программы, повышающие функцию и способность нервной системы контролировать ситуацию и избегать различных неврозов, нервной чувствительности, регенерации нервных стволов. Несомненно, надо не забывать и вегетсосудистую дистонию как элемент нарушения кровообращения. А раз кровообращение головы у нас к сожалению и так не очень хорошее с возрастом за счет сужения сосудов, этому вопросу нам надо будет естественно тоже выделить в своих семинарах внимание, но тем не менее вот такая даже простенькая программа позволяет справиться и скоррегировать свое скажем так стрессовое состояние. Там также точно совершенно вы делаете для универсала программу до конца, делаете вновь перерыв и можете как вам требуется. Если вам нужно немедленно повторить эту программу, пожалуйста, то есть употребляйте ее, что называется, как пишут врачи в зависимости от необходимости. Вот еще одна проблема, которой нельзя совершенно умолчать, это бессонница. Часто очень люди считают, сколько часов им надо спать. 6 часов, 8 часов, вот мы сейчас поработаем, а потом отоспимся в запас. Так же как и пообедать впрок, так и поспать впрок не удается. Кстати, проблема бессонницы упирается напрямую в проблему с мелатонином. Недосыпь это тот же стресс, как вы уже видите. Человек, который не выспался днем, то есть у него не было запаса вещества, покоя и расслабления, он будет все равно это делать там и тогда, когда организму это нужно. одновременно формируется естественно картина дневного стресса. Организм никак не может сосредоточиться, то есть человек не может сосредоточиться. Опять возникает стрессовая ситуация, опять то пропадает, то опять рождается лишний аппетит. Если ты не доспал, то есть еще такая больше раньше женская привычка, но теперь она распространяется и на мужчин. Всем хочется поесть, поэтому хоть какое-то удовольствие получить таким способом можно. Поэтому единственная наша с вами возможность это вернуть организму ту часть энергии, которая была у него отнята стрессом и хроническим недосыпом. Как раз биорезонансные программы это сделать возможно. как вы знаете, немножко физиологии здесь вы видите, что сон состоит не из одной фазы, а из двух частей. Это сон медленный и быстрый. Обе фазы нужны человеку для того, чтобы снять стресс. Потом часть людей с возрастом начинают одну половину сна терять практически. Это как раз программу быстрого сна. Люди с возрастом к сожалению спят более коротко и мы с вами видим, что такой сон, когда потеряна одна или сокращена или удлинена одна из вас сна, особенно если вы употребляете какие-то антидепрессанты седативные или снотворные, то такой сон не приносит организму восстановление равновесия. Поэтому все клетки нашего организма они вообще тоже должны иметь право на отдых, в частности печень, многие крупные органы, части нашего организма ночью точно так же спят и отдыхают так же, как и мы. А если мы не спим и кора не спит, то не спит весь организм. Такой невыспавшийся организм это больной кишечник, больной легкие, больное сердце, то есть опять возвращаемся к ситуации стресса как такового. Во время глубокого сна, когда расслабляется мускулатура, действительно очень такой сон продуктивный, в это время клетки наши получают питательные вещества, которые они должны усвоить в ночные часы. Без этой фазы глубокого сна ее можно даже определить так, когда наступает фаза глубокого сна, вроде бы как человека не спит, двигаются гладенные яблоки, сокращаются мышцы, учащается сердце, дыхание, ведется сны, но тем не менее это установочные реакции центральной нервной системы, защитные сторожевые реакции, так называемые, которые организм устанавливает в эту стадию сна. Поэтому снотворные, которые нам не позволяют разделить на фазы глубокого и быстрого сна, они мешают нам как следует сохранять свое здоровье. поэтому снотворные это не тот вариант, который годится нам или вам. Нам с вами нужно что? Мы должны с вами добиться баланса именно такого важного гормона, как мелатонин, которого я вам уже говорила. Мелатонин, он предупреждает много разных заболеваний. Помимо того, что мы спим, мы в это время боремся. Когда спит центральная нервная система, мелатонин мобилизует иммунную систему на борьбу, например, вот как сказано, с повышением иммунитета и борьбу с раковыми клетками. Не зря мелатонин, выделенный как лечебный препарат, используется сейчас для лечения раковых больных. Для того, чтобы мелатонин вырабатывался в полной мере, конечно, требуется сон в закрытом помещении. Синтез мелатонина достигает пика, а далее он переходит в серотонин, как вы помните, к 4 утра, а к рассвету исчезает, и его место занимает вещество серотонин, гормон молодости и радости нашего организма. Поэтому и сон, и антистрессовая программа, программа бессонницы вам сейчас будет предложена, обе эти программы, они являются программами взаимосвязанными. Поэтому человеку, который хотел бы избавиться от такой проблемы, как бессонница, должны в общем-то, тем более так удобно, 14 дней программы лечения нарушения сна в приборе Дельта. Сделали программу ликвидации бессонницы и депрессии. И тут же переходите к программе ликвидации бессонницы нормализации сна. антистресс-депрессия и дальше программа нормализации сна. Еще раз повторите программу антистресс-депрессии и опять программу нормализации сна. Таким образом вы восстановите баланс вегетативной нервной системы, которую можно естественно восстановить нашим прибором и универсалом и разрушите миф о существовании у человека такой болезни, как синдром хронической усталости. Мужчины, помните в рекламе «Я так болен, я так устал, что не могу дотянуться даже для нашего аппарата телевизионного». Вот этого допускать нельзя, это конечно фантазия, но тем не менее такая фантазия может быть одним из признаков синдрома хронической усталости. Не всегда за этим стоят паразиты и токсины, хотя мы должны не забывать об этой программе, но здесь эта программа именно снятие беспокойства перед сном, нормализация фаз сна. Программа кстати плохо работает, я на себе даже попробовала, прекрасно заменяется на творные средства. Обычно программу выполнения бессонницы и биомедицем, и дельтой и универсалом лучше это делать прямо положивши аппарат под подушку. Ничего страшного не произойдет, программа пройдет, вы уснете до того, как она закончится. Поэтому именно программа ликвидации бессонницы универсалом она очень удобная, здесь достаточное количество программ, которые мы можем использовать. Но владельцы дельта не должны расстраиваться, потому что их программа такая же адекватная. Вот собственно что я хотела вам сказать сегодня и предложить лечебные программы, которые мы разработали поэт.